Садгуру, как студенты мы находимся далеко от родных, от семейного эмоционального комфорта. Ради развития нашей карьеры мы уезжаем в поисках более перспективных мест. Там мы ищем компанию противоположного пола. Некоторые люди вступают в отношения, которые постепенно перерастают в физическую близость. Садгуру, почему люди не могут открыто говорить об этом? Или почему секс до брака всё ещё является табу? Видите ли, это не какое-то предписание, это индивидуальная потребность. Мы должны понять, что раньше в этом обществе вопрос сексуальности решали следующим образом. Прежде чем девочка достигала половой зрелости, в возрасте шести или семи лет, ей говорили, ты выйдешь замуж вот за этого мальчика. Они ещё не женятся, но взрослые продолжают говорить им, вот сын твоего дяди, ты выйдешь за него замуж, взрослые говорят и ему, ты женишься на ней. Они ещё не видели друг друга, не встречали друг друга, у них ничего не происходит, но они уже связаны эмоционально. До того, как они коснутся друг друга физически, люди хотят, чтобы пара была сильно эмоционально привязана друг к другу. Таков метод индийской культуры. Когда вы достигаете половой зрелости, когда ваше тело расцветает определёнными возможностями, эмоционально вы уже связаны с кем-то. Так вы решаете вопрос относительно тела. Не сходите с ума, потому что ваши эмоции уже привязаны к кому-то. К 15 и 16 годам девушки выходят замуж. Молодые люди женятся к 17 и 18 годам. Они занимаются сельским хозяйством или бизнесом, или чем угодно, любой активностью. Важные аспекты жизни молодёжи урегулированы. Это эмоции, а также физическая потребность. Оба аспекта решены в раннем возрасте. В те дни дети появлялись в семье в течение года или двух лет, люди обручались, работали, жизнь продолжалась. Сегодня наша жизнь изменилась, потому что к тому времени, как вы заканчиваете образование, большинству как минимум 24-25 лет. Докторами наук становятся уже в 30 или в 35. Не знаю. Это зависит от того, насколько добр ваш профессор. Скажем, что в среднем образование завершается к 25 годам. К тому времени, когда выпускники устраиваются на работу и оседают где-нибудь, становятся финансово стабильными, им уже 30 лет. Да? Пик гормональной активности приходится на промежуток между 15 и 30 годами. Вы не учите людей аскетичному образу жизни. Не даёте им садану, которая трансформировала бы их энергией в какую-то иную возможность и позволила достичь чего-то другого. Такого нет. Но есть близость с противоположным полом. Если вы не хотите решать этот вопрос, тогда вы создадите нездоровое общество, которое, к сожалению, находит выражение в насилии, потому что мы не занимаемся фундаментальными нуждами человека. Сначала питание. Вы должны понять, питание — это выживание. Когда вопрос о выживании решен, то, естественно, вид, даже не индивидуальный человек, а вид, которым вы являетесь, стремится к размножению. Так это устроено. Вот это жаждет размножаться, потому что это обеспечит ему выживание. Если бы люди не размножались, не было бы человеческой расы. Не так ли? Поэтому ваше тело и ваш ум используют много уловок. Когда вы смотрите на кого-то, то внезапно начинаете думать, что они самые красивые, самые замечательные. Позже мы обнаружим много всего. Но изначально все затуманено. Скажем вам 10-12 лет. Вы смотрите на людей, все выглядит вполне обычно. Когда вам исполняется 14, внезапно каждый бугорок на чем-то теле — это целый мир. Просто потому, что ваши гормоны начинают влиять на все. В некотором роде ваш интеллект оказывается захвачен гормонами. Это не следует оценивать как плохое или хорошее. Это естественный процесс. Возможно, есть несколько человек, которые выходят за пределы этого. Это потрясающе для них, если они могут выйти за рамки этого. Эти люди не подвластны такой компульсивности, они вышли за ее пределы. Это замечательно. Но если вы ожидаете, что все общество преодолеет эту склонность, то вы просто глупец. Такого не произойдет. Поэтому появляется дискуссия, когда и каким образом должна происходить сексуальность. Но сейчас все еще преобладает культурный аспект того, что мы очень эмоциональны. Мы все еще очень эмоциональны. Большинство людей сильно страдают, когда что-то происходит без необходимых эмоций. Некоторые могут быть выше этого, но большинство людей страдает. Поэтому для нашей страны, для нашего общества нужно решить, как справиться с этим, не вызывая серьезных нарушений в социальной среде. Это то, что мы должны обсудить. Вы должны провести исследование. Как это сделать? Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok